Когда Захарченко и Плотницкий только появились на горизонте оккупированных территорий, казалось бы, не найдешь друзей лучше. Я просто могу к ним в гости прийти. Также поддерживаю Александра Владимировича. Совместные заявления, брифинги, поездки в Минск, заявления о создании единой экономической зоны. Мы сегодня официально объявили о том, что у нас снимаются границы, у нас снимаются таможенные почери, у нас единая, грубо говоря, единая экономическая пространство. На самом деле оптимистичные заявления на камеру и меморандумы о сотрудничестве международными советами, которыми пестрят официальные сайты сепаратистов, это понты для приезжих. На самом деле между ними идет жесткое противостояние по всем фронтам. Я с каждым разом старался все больше спрятать. Привычка укоренилась уже до корочки подсознания. Мы пытаемся где-то что-то украсть. Пожалуйста, только я деньги заберу. В начале 16-го года ситуация стала резко ухудшаться. Настолько, что скрывать, мягко говоря, натянутость в отношениях стало уже невозможно. Бывшие братские республики вдруг стали главными противниками. В ЛНР создали таможню и погранпункт на границе с ДНР. В ДНР не пропускают вагоны из ЛНР через Дебальцево. От бывшей дружбы не осталось и следа. Но эксперты уверяют, за мелочными разборками кроются намного более серьезные разногласия, что не поделили лучшие друзья ДНР и ЛНР. Мужик сказал, мужик сделал. Самопровозглашенная власть обеих псевдореспублик подмяла. Точнее, как они говорят, национализировала весь бизнес. Причем как легальный, так и не очень. И ДНР, и ЛНР успешно сумели построить только одну систему – отжима и грабежа. И, конечно же, как и в любой пиратской, по сути, республике, за право грабить начались межвидовые войны. Спустя два года разборок в живых остались лишь сильнейшие в межвидовой борьбе. Как в лихих 90-х сформировались два бандитских клана с единоличными руководителями – ДНР и ЛНР. Фактически это клан Захарченко и фактически это клан Плотницкого. Начало разборок между ними оставалось вопросом времени. Какая-нибудь банда заняла территорию части области, а другая банда заняла другую территорию тоже части другой области. И вот между этими бандами есть некое недопонимание за гуманитарную помощь, за оружие, которое идет из России, за финансовые потоки, которыми это обеспечивается. Вот идет конфликт. Определиться, а где кто у кого скроил денег? Основным, скажем, финансовым надходжением этих молодых, гордых республик – выдобуток уйгилья. Добыть добыли, но как его продать? Тут и всплывает железная дорога. Кто контролирует железную дорогу, тот снимает пошлину с товаров, которые по ней переводятся. Кто контролирует трассу, тот снимает пошлину с фур, которые ходят по этим трассам. После оккупации территории оказалось, что географически право на железную дорогу отхватило ДНР. Там находится некогда главный офис железной дороги региона и главный ЖД-узел Дебальцево, в то время как материально выиграла ЛНР. Значная кількість рухомого склада вагонів для перевезення вугиля, она залишилась саме на территории Луганской области, а не Донецька. Шлося про 3400 вагонів. Ещё в ноябре 2015-го ДНР провели предупредительную акцию для соседней недореспублики. Запретили провоз вагонов из ЛНР через узел в Дебальцево. Это парализовало работу всей угольной отрасли ЛНР. Ответ не заставил себя ждать. ЛНР через территорию, которой РФ поставляет газ на оккупированной территории, прикрутила соседям вентиль. Благодаря этим разборкам жители, например, Макеевки, на всю жизнь запомнят прошлую зиму. 3 января 2016 года в результате совершённых диверсионных действий была прекращена подача газа на город Макеевка. Нет, дальше не расскажут о мусоровозе-призраке. Тут даже каратели ни при чём. Это дружественная ЛНР, через которую РФ поставляет в базе республики газ, прикрутила вентиль. В результате отключения подачи газа остановило 123 котельных города, а также была прекращена подача газа всему населению города Макеевки. После обмена террористическими любезностями сошлись на том, что руководить железной дорогой стали представители псевдо-ЛНР. Но центр находится на территории ДНР. Однако ЛНРовцы не были бы собой, если бы не попытались соседа надуть. Только за первое поле речи ЛНР получила финансовые прибутки, чистые прибутки. 211 миллионов рублей. В соответствии, что эта цифра стала известна Захарченко. Людина понимала, насколько большие финансовые риски он потерял, дающая возможность утворению Луганской дирекции Донецкой залезницы. Война за железную дорогу разгорелась снова. А компенсировать утраченную выгоду Захарченко решил за счет Украины. Украина, верни заработанный день! Все помнят, как месяц назад сеть взорвала видео, где бастующие железнодорожники ДНР требуют от Украины зарплат. ДНР-то уже полгода зарплату продуктами выдает. Говорят, у молодой пока неокрепшей республики денег нет. Но этот миф развеивает их же ярый приверженец под ником Эль Мюрид. Деньги, на самом деле, как я понимаю, у Захарченко есть. Под ним находится вся торговля сигаретами и водкой. Контрафактные сигареты и алкоголь действительно основа бизнеса как Захарченко, так и Плотницкого. Лекарь Горелчана продукция. Донецк – это контроль над заводом Олимп, и, соответственно, ЛНР – это контроль Луганова. И чтобы не допустить продажу лекаря Горелчаной продукции, или ДНР, или ЛНР, на территориях, соответственно, этих республик, и разгорнулося это протистояние. А рынок сбыта маленький. Вот еще одна причина для ссоры и установления границы. Ну что ж париться, назначим границу, назначим пошлину, и заодно за пересечение будем снимать пи-шефт. Инициатором стал Плотницкий. А единой зоне торговли все забыли. На границе квази-республик выросли блокпосты. А Плотницкий на каждом заседании игрушечного правительства ЛНР не забывает вспомнить о контрабанде с территории ДНР. Наша контрабанда зависит от хорошего настроения в ДНР, да? На сегодняшний день ЛНР ограничила ввоз продуктов из заседней квази-республики. За раз можно провести до 5 килограммов мяса, до 50 килограммов фруктов и овощей, один витр алкоголя, 10 пачек сигарет. Самым громким скандалом стало ограничение по ввозу свинины. Эти свиньи – это, в конце концов, не сигареты. Они хотя бы хрюкают, когда их везут. Эксперты уверены, свинина – это мелочь, и ничем она не мешала луганскому царьку. Но грех не насолить соседу, даже если от этого пострадают свои люди. Доля ДНР сягает приблизно 40%. На внутреннем рынке самопроголошено ЛНР. Нужды луганчан, так же, как и дончан, интересуют Плотницкого с Захарченком в последнюю очередь. Если интересуют вовсе. Им главное – карман набить, и что может даже важнее – вовремя дань заплатить. Корень этого противостояния лежит в том, что разные кураторы. Донецкую область курирует в основном генеральный штаб военный. Отсюда и такая более агрессивная, более активная боевая деятельность. А, соответственно, Захарченко, все отжимы, которые там оставляют свой процент, остальное идет наверх. Ну, мы понимаем, как работает, допустим, мафиозная структура. А Луганскую область контролирует ФСБ. Соответственно, денежные потоки, которые отжимает Плотницкий, они идут в управление ФСБ. По великому рахунку идет протистояние специальных служб Российской Федерации на территориях Украинского Донбасса. Цепто идет про намагание ФСБ взять под свой контроль наркотрафик и, соответственно, продаж Гуилля. Чему своему часу протидея протистоит Главное разведывательное управление Российской Федерации. Тут же и кроется ответ на вопрос, почему Россия отказалась от идеи создания Новороссии. Удобно ведь иметь две ручные. Я думаю, что в России сознательно, скажем так, действительно используют вот это сепарирование, разделение двух сепаратистских республик. По одной простой причине. Так проще их контролировать. Разделяй и властвуй. Это классический имперский принцип. По данным экспертов, Кремль сам ограничивает контакты между руководством ДНР и ЛНР. Их, и правда, уже редко видят вместе. И, кроме того, две республики в случае необходимости могут сами друг на друга напасть. Пока интересы этих двух кланов совпадают с интересами кураторов, сидящих в Кремле, эти два клана будут существовать. И Кремль будет мириться с тем, что часть тех материальных средств или денежных средств, которые они спускают вниз, они будут украдены. Но какая-то часть их вернется обратно уже в виде отката наверх. Это их устраивает. Как только будет столкновение интересов, будет война, будут разборки. Стоит только ослабить хватку со стороны кураторов, и руководители псевдореспублик перегрызут друг другу глотки за денежные потоки. Жаль только, что страдают от этих разборок невинные люди. В ЛДНР во всем подражают своему покровителю. России. Тем не дают покоя украинские тарифы. С начала июля счета выросли почти вдвое. И эти решили лишний раз напомнить, как плохо под хунтой живется. В этом году украинцам придется раскошелиться. Новые реформы, вступившие в силу весной 2016 года, ознаменовали очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. Спецслужбы РФ в очередной раз задержали якобы украинских диверсантов. Задержали предполагаемых шпионов еще во время ноябрьских праздников. При захвате у членов группы нашли большое количество взрывчатки, оружия и боеприпасы. В ЛДНР тоже не отстают. Неизвестными лицами был совершен подрыв памятного знака «Звезда Победы». По предварительным данным, акция совершена украинской агентурой. В РФ правительство решает проблемы людей только показательно. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И в недореспубликах любят только поговорить. Особенно это касается Плотницкого, чьи заседания с псевдокабинетом министров республики давно уже стали еженедельной юмористической программой. Доброе утро, прошу всех присаживаться. У нас родились несколько вопросов. У нас нехватка курицы практически, по-моему, 19 тысяч, да? Как вы планируете сделать эту нехватку? Послушаешь так Плотницкого, столько вопросов решает и решает. Один важнее другого. Обеспечение яйцом курицы у нас должно быть. И не разделанной, а тушкой. Хватит этого голубей продавать. Прошу почту в этом году обеспечить прием писем детей к Деду Морозу. Ну и позаботиться о том, чтобы Дед Мороз эти письма получил. С чем проблема, я не могу понять. На этот раз долго на курочках не останавливался. Даже количеством неучтенных потрохов не интересовался. Беспокоили главу рынки, а точнее отказ ими пользоваться. Все торгуют вокруг рынка, а к сожалению, рынок пустой. Может проблема в том, что на всех этих рынках аренду просят в разы большую, чем продавцы могут получить выручку? Да нет же, дело в том, что рынки в руках злых и ужасных частных собственников. Но взор главы уже пал на нарушителей. Переводите их в частность, в государственную собственность. Решаем этот вопрос, мы говорили уже неоднократно. У нас есть механизмы этого. Механизм очень простой. Пришел, наехал, получил. Примерно такой, как и в ДНР. Вот очень показательный пример. Ревизия рынка Покровский. Документы на этот торговый комплекс у вас имеются? Да. Перерегистрированы здесь? Да, есть, конечно. Перерегистрированы налоги, все официально. Все официально платят налоги, чтобы государство... Расчетко, расчерченными границами, с фондом, с иночным, во что это именно является вашей территорией? Конечно, все, мы официально... А кто вам выдавали эти документы? Как-то... Реиссировались в Министерстве доходов и сбора. Реиссировались в Министерстве доходов и сбора. Кажется, не за что зацепиться. Да нет же. Несмотря на то, что все документы в порядке, мужчина в военной форме обвинил женщину в саботаже работы рынка и пригрозил ей подвалом. Саботирование работы рынка называется саботаж. В чем же заключается саботаж, никто не удосужился объяснить. Видимо, как у Крылова, ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Нам наоборот, нужно сейчас более сплотиться и быть едиными, а не начинать вот этот вот раздрай. Да, всем вместе сплоченно просто отдать свое имущество террористам. Собственно, мифическим саботажем и подрывом идеалов Народной Республики прикрываются все отжимы и противоправные действия в квазиобразованиях. Вот в ЛНР, например, жители саботируют построение республики, жалуясь, что пенсии и зарплаты не платят. Зарплаты, пенсия, пособия и виноразовые выплаты не платят. Кому как кидают – половинками, четвертинками. При выдаче сразу предупреждают, что это вам еще и к Новому году. Это признала и так называемая Минсоцполитики ЛНР. Возможность того, что задержки будут, была озвучена министром финансов еще в начале выплаты пенсии. К сожалению, это случилось. Нам нужно вывести в нормальное русло взаимодействие между всеми системами. Татьяна Васильева – председатель пенсионного фонда так называемой ЛНР. На жалобы мудрый глава тоже отреагировал. Ну, как сказать отреагировал? Стрелки перевел и доволен. Во-первых, хочу напомнить жителям, пусть они обратятся к Украине, кто может, чтобы вернули им те, ограбили их по полной программе, забрали все деньги, накопление пенсии. Вот пускай туда сначала обратятся, но это те, которые такие самые нетерпеливые. И напоследок заявил. Проблем нет, ситуация контролируемая. А те, кто жалуются на голод, холод и другие неудобства – враги молодой республики. Заверяю вас, что скоро у нас все наладится. Не просто наладится, а эта проблема у нас до этого не стояла и впредь стоять тоже не будет. Как часто за последние три года жители оккупации слышали эти слова? Каждый месяц с замиранием сердца гадают, заплатят ли хоть что-то. А как все красиво начиналось. Зарплаты и пенсии в Донецкой и Луганской народных республиках будут выдаваться в различных валютах, в том числе рублях, долларах и евро. Ну вот, видимо, рубли, доллары и евро закончились, перешли к той самой другой валюте – талоном. В Луганске задержки по зарплатам выдают талончики по 200 гривен, по которым можно скупиться в народном. Скоро в недореспубликах голодных ртов прибавится, ведь повсеместно продолжают закрываться предприятия. Больше всего сейчас страдает донецкая часть. Городообразующий завод Харциска «Силур» в октябре закрылся. За последние два года остановки производства на неделю-другую, а порой и на несколько месяцев, случались неоднократно. Но сейчас коллектив «Силура» опасается, и небезосновательно, что сентябрьская остановка производства может стать началом конца предприятия. Работники завода из-за простоя не получили денег и теперь возмущенно пишут петиции наверх. Мы хотим работу, зарплату, стабильность. Работники завода жалуются, что остановленные печи потом невозможно будет запустить. Пусть нас слышат все, ведь город, ведь город, может, когда-нибудь нас все-таки услышат. Раньше Киев не слышал Донбасс, теперь уже получается, что Донбасс не слышит сам себя. Но если в ЛНР делают вид, что сосредоточились на социальных вопросах, в квази-ДНР советуют потуже затянуть пояса и не думать о социалке. Тут травят байки о вражеских войсках на границе, которые якобы одним своим присутствием мешают строить государство. Мы живем в постоянном ожидании начала боевых действий. Боевики уже вдоль и поперек замусолили тему отведения вооружения. Конечно же, в традиционном ключе. Украина не хочет и не отводит. Украинская сторона в очередной раз по необъявленным причинам сорвала запланированный отвод сил и средств. Все сроки по Минским соглашениям о начале развода сил и средств уже вышли. Но беспокоятся они на самом деле не о народе. Да и что там беспокоятся, ведь в СУ никогда не стреляют первыми. У террористов свой интерес расширение территорий. И они даже не скрывают того факта, что как только мы отведем войска, попытаются затянуть в пучину безумия еще один кусок Украины. Боевики и их кураторы, похоже, настроены серьезно. В ноябре из небытия выплыли несколько персонажей из давно забытого прошлого русской весны на Донбассе. Первый глава недореспублики ЛНР Валерий Болотов, к примеру, объявил о создании новой политической силы. Сейчас мы создаем общественно-политическое движение «Единение». Оно предусматривает сплочение сил не только республик Донбасса, а всех областей Украины, которые не хотят быть под властью киевской хунты. В Харькове, Николаеве, Одессе, Херсоне разделяют идеалы русской весны. Не отстает и Андрей Пургин. Он организовал движение под названием «Юг России» с далеко идущими планами. Построение единого русского цивилизационного пространства от Дуная до Волги. Эта цель глобально масштабна, она выходит за горизонт планирования. Это долгосрочная цель. Есть цель среднесрочная – это демонтаж юго-востока Украины и возведение на его месте юга России. Политологи говорят, формирование этих подобий партий на самом деле попытка создать видимость политической жизни в оккупированном регионе. Это ставка на то, что когда-то здесь пройдут выборы по российскому сценарию. Видно, что Кремль пытается все же искать механизм обновления своих ставленников. То есть он понимает, что те, кто проворовались, на чьих руках кровь по возвращению Донецка в Украину, они не смогут стать частью политикума. Какое же будущее ждет Донбасс по версии новых старых лидеров? Со своей стороны чувствую личную ответственность за судьбу ЛНР. Обязан довести до логического завершения то, что начали. Кажется, запахло жареным для Плотницкого. Ведь вести к логическому завершению ЛНР Болотов намерен явно на посту главы Нидореспублики. Сейчас паузу сделаю. Не переживайте так, оставят вас Игорь Венедиктович директором зоопарка. С курочками, лошадками и свиньями будете заседать. Смех смехом, а планы у Болотова грандиозные. Надо добиться самостоятельности ЛНР, выйти к территориальным границам республики. Половина Луганской, половина Донецкой – это ненормально. Надо освободить тех людей, которые сейчас находятся на территориях под контрольной Украине. На референдуме они высказались за независимость, а теперь находятся под хунтой. То, что с ними там делают, ужасно. Продумываем возможности их освобождения. Какой такой референдум? Что-то новенькое. Да и, видимо, планы строили, исходя из докладов, приходящих в Москву из ЛНР. Начальник управления народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко 5 ноября еще раз заявил о готовности станицы Луганской перейти под юрисдикцию республики. Когда-то в Кремле тоже докладывали, что полукраины готова поддержать русскую весну. И где русский мир сейчас? Ютится на двух аппендицитах так называемых ЛНР и ДНР. Да и кто поверит, что кто-то на свободных территориях хочет оказаться вот в такой ситуации. Очень дороже. Хоть так, хоть так. Но мы если в поселке живем, там еще дороже. Автобус у нас и тот подорожал. Было 8 рублей. А сейчас уже по 10. Не ответ они проедут с первого числа. Все уже прекрасно понимают, какую Новороссию будут строить боевики. Пилить на металл, отжимать и грабить. Неудивительно, что люди готовы ложиться под танки, лишь бы не остаться беззащитными и не пустить эту заразу в свои дома. Каждый решает на оккупированном Донбассе свои интересы. Боевики отжимают еще не отжатые и набивают карманы. И чужих, и своих. Россияне ковыряют рану и подкидывают дровишек в виде оружия, чтобы давить украинским конфликтом на Запад. Между Западом и Россией всегда были очень сложные отношения. Ну а люди? Люди живут и ждут. Но явно не расширение власти террористов. Ведь невооруженным взглядом видно, что боевики могут только разрушать, никак не строить. Глава республики, совет министров, правительство и аж 17 министерств. Вместо военной формы – костюмы. Вместо оружия – шариковые ручки. Из квази-республики ЛНР сегодня усиленно лепят то, что внешне будет напоминать государство. Вы уже не граждане Украины, а граждане Луганской народной республики. В так называемой ЛНР мутная волна русской весны на вершину вынесла тех, кто занимал хлебные места при Януковиче и давно сотрудничал с ФСБ. Украинская сторона, заинтересованная в продолжении боевых действий, продолжает совершать провокации. Сергей Козлов – сегодня второе лицо после борца за куриные потроха Игоря Плотницкого. До этого товарищ закончил военное училище, послужил в вооруженных силах, по-моему, в МЧС, поработал на российского олигарха. В мае 14-го Козлов присоединился к батальону Плотницкого «Заря». Отсюда начался головокружительный взлет карьеры террориста. Сергей Козлов на посту так называемого председателя Совета министров ЛНР заменил убитого людьми Плотницкого Цепкалова и имеет все шансы повторить судьбу предшественника. Я думаю, что он, как и его предшественник, пропадет при очередной попытке так называемого государственного переворота, как случилось с Цепкаловым, Корякиным. Самым ярким персонажем правительства квази-государства ЛНР эксперты называют Леонида Пасечника. Путь нашему сердцу один, только через день. В 2006-м Пасечник задержал крупную партию контрабанды на КПП из Варина. Жительный же период именно на контрабанде проработал. Сегодня известно, что Пасечник уже тогда был завербован ФСБ. А случай с контрабандой не более чем спектакль для продвижения по службе. Коррупция, вскормленная и выращенная за 23 года украинским режимом, глубоко проникла в органы власти нашей молодой республики. Одним из тех, кто вскармливал коррупцию, как раз и был Леонид Пасечник. Он занимал сверхприбыльное с точки зрения взяток место на таможне. Только в Луганской области, по нашим данным, было порядка 90 подземных трубопроводов контрабандным, по которым гнали сюда ГСМ. Если вы представляете, а так Россия зашла на 200-300 километров вперед, все, у них нет контрабанды. Однако и сейчас Пасечник не бедствует. Состояние так называемого министра госбезопасности оценивают в 10 миллионов долларов. Мы продолжаем работу по выявлению фактов нецелевого использования денежных средств. Мы сможем сломать старые коррупционные схемы и вступим в новое правовое общество. И если непосредственно перед Майданом Пасечника вытурили на пенсию... Я ушел. Меня ушли. ...то сейчас он снова может заниматься любимым делом. Сейчас Пасечник контролирует значительную часть нелегальной добычи угля, легальной добычи угля, ее транспортировку на территорию Украины. За свои коррупционно нажитые Леониду Пасечнику частенько приходится побороться с еще одним большим чиновником. Корнет Игорь Александрович, министр внутренних дел, генерал-майор полиции. Террорист с импозантной фамилией Корнет тоже выходец из силовых структур Украины. В августе 14-го Корнет передает свою страну. Поздравляю вас с принятием присяги на верность Луганской Народной Республике. За сделку с дьяволом бывший силовик получает пост министра внутренних дел. Выгодная деталь их биографии в том, что они проходили службу в силовых структурах Украины. То есть у них есть, помимо кураторов Российской Федерации, у них есть давние связи по линии разграничения с такими же нечистоплотными делками, как они. Именно Корнет курирует наркотрафик с территории РФ на неподконтрольной Украине территории Донбасса. Вал преступности намного меньше, чем был в довоенные времена. Состояние Игоря Корнета эксперты оценивают в меньшую, чем у пасечника, сумму. Всего 7 миллионов долларов. Чтобы догнать коллегу, боевик не внушается никакими методами. Министр внутренних дел, который опускается до уровня личного участия в процессе отжима личного и коллективного имущества. То есть уровень мелкого гопника. Еще одним лицом так называемой ЛНР стал некий Евгений Мануйлов. Сегодня в нашей студии министр финансов Луганской народной республики Евгений Мануйлов. Добрый вечер. Добрый вечер. Обычно Евгений Мануйлов рассказывает жителям оккупированных территорий о том, что с финансами в молодой республике все хорошо. Были своевременно выплачены как пенсии, соцвыплаты, заработные платы. Осуществлено повышение пенсии на 5%. Республика справилась с этими выплатами. С 91 по 2000 пособник террористов работал в органах исполнительной власти Луганска и занимался там очень прибыльным делом. Вопросами выделения земли. С 2001 и до начала оккупации работал в государственной казначейской службе Луганской области. Он на чем сидит, и благодаря чему удерживаться с 2014 года, он знает таблицу деления Сплодницкину. Они установили этот развивательский курс обмена гривны на рубль для пенсионеров. Они половинят гуманитарную помощь. И пока луганские пенсионеры едва сводят концы с концами, у самого Мануилова все и вправду отлично. Его состояние оценивают в солидные 11 миллионов долларов. Мы на сегодняшний день уже профинансировали по линии Министерства труда и социальной политики. Это выплату к 9 мая инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий. Есть что делить не только в Министерство финансов. Одной из самых хлебных в так называемой ЛНР считается должность министра здравоохранения. Медикам, прежде всего, вы знаете, нужно и уважение к их нему труду. И не только в день медработника. Лариса Айропетян до оккупации работала врачом во 2-й областной больнице Луганска. В 14-м она примкнула к бандформированию Плотницкого «Заря». Там женщина стала главврачом батальона и дамой сердца самого Плотницкого. А затем и министром здравоохранения. Здравоохранение, часть гуманитарки – это лекарственные средства и препараты, которые не все идут в больницы и не нуждающимся. Часть из них идут в аптеки, часть на контрабасе увозится, продается. Не выдержав головокружительного взлета, любовница террористов Сиайлэнерегеря Плотницкого Лариса Айропетян взорвалась даже по террористическим меркам. Можно я отвечу? Нет! Почему? А потому что я не понимаю такого отношения. Уже в июне 16-го Айропетян начала скрываться от так называемых МГБ и прокуратуры республики. Видимо, Айропетян хватило смелости обворовать самого Игоря Венедиктовича. Мы как бы брать, мы можем взять гуманитарную помощь по лекарствам, распределить ее, отдать там. В том, что российскую гуманитарку не отдавали, а продавали, сегодня никто не сомневается. В августе 16-го в квази-республике появился ИО министра здравоохранения, некий Игорь Соляник. К нам зашел конвой, который очень жизненно необходимый был. Очевидно, новый ИО министра пока ведет себя гораздо скромнее. И российские конвои с Плотницким делят согласно бандитской иерархии. Самое главное, министерство работает в том объеме и в тех силовых нагрузках, которые работало раньше. Но самое ужасное, это то, что военные действия во время перемирия, подписанного в том числе пророссийскими боевиками, не прекращаются ни на один день. Обстрелы террористы ведут по всей линии фронта. Наследок ночного обстрела сбоку противника в Марьинсе пошкоджено 5 житловых будинків. В субботу противник накрывал огнем украинских защитников 41 раз. В воскресенье 34 раза. Троицкая, Каменка, Пески, Авдеевка, Шахта, Бутовка, Зайцево. Здесь боевики использовали запрещенные крупнокалиберные минометы. Продолжают терпеть обстрелы водяное Гнутово-Лебединское-Широкино. Из-за того, что минуло внаследование боевых действий, загинул один украинский военнослужащий. Еще трое наших воинов дістали поранення и травмы. Казалось бы, на войне смертью не удивить. Однако утром 23 апреля на оккупированных территориях Луганской области произошло то, что буквально шокировало весь цивилизованный мир. Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на мине. Один двухсот, один вот трехсот. Все случилось возле села Пришеп. Эта территория находится под контролем боевиков. Вследствие взрыва погиб один человек патруля, гражданин США. Двое сотрудников патруля ОБСЕ из Германии и Чехии были доставлены в госпиталь Луганска для медицинского осмотра. За три года войны это первый случай гибели сотрудника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И хотя сам замглавы миссии Александр Хук во время пресс-конференции отметил, что очевидно причиной трагедии стала мина, один из автомобилей пострадал от взрыва, вероятнее всего, мины. Террористы сразу традиционно закричали о неуловимой украинской ДРГ. Украинской диверсионно-разведывательной группой был подорван один автомобиль международных наблюдателей. На события отреагировала даже канцлер Германии Ангела Меркель. Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно быстрее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие и привлечь к ответственности виновных в этом. Ангела Меркель пишет издание Deutsche Welle. Террористы так называемых ЛНР-ДНР много раз конфликтовали с представителями миссии ОБСЕ. На требование убрать тяжелое вооружение с линии разграничения главари боевиков не стеснялись отвечать вызывающе. 101 хук, я прошу прощения. Мы должны сделать следующее, обеспечить безопасность нашим государством, и больше мы никому ничего не должны. Порой боевики не гнушались и откровенных угроз. И еще хочу сказать уважаемым представителям ОБСЕ, если у них возникнет желание появиться здесь вооруженными, как заявляют в контактной группе в Минске, я буду расценивать как интервенцию, и всех ОБСЕшников, которые поймают с оружием, будем причислять к коронавам и расстреливать. Миссия ОБСЕ, проезжавшая возле села Пришип, не была вооружена, но это не спасло ее от мины боевиков, а медработника из США от гибели. Того, что подобное может случиться, украинская сторона боялась и всеми силами пыталась предупредить трагедию. Безопасность сотрудников миссии неоднократно становилась предметом обсуждения трехсторонней контактной группы. Украинская сторона постоянно высказывала свое беспокойство относительно агрессии по отношению к патрулям ОБСЕ, которые происходят на неподконтрольной Украине части Донбасса. Леонид Кучма, председатель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе в комментарии информационному агентству «Интерфакс Украина». После трагедии 23 апреля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Рексом Тилерсоном. Президент Украины предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении на Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН, говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины. На фоне произошедшей трагедии для западного мира все яснее становится, с кем именно воюет Украина. Насколько циничны и безжалостны наемники Кремля. Сегодня идея вооруженной миссии ОБСЕ или миротворческого контингента ООН хотя бы для защиты наблюдателей, уже не кажется излишеством. Скорее, необходимостью. В бандитском анклаве так называемых молодых республик ЛНР-ДНР продолжается борьба за власть. И ведут ее оккупанты порой самыми неожиданными методами. Вот хозяйка, вот прокуратура, народный совет, МГБ. Все пришли к решению, что пора соблюдать законность, как вы говорили. Поэтому освобождайте дом. Царь-всея ЛНР Игорь Плотницкий сам приехал выселять псевдоминистра МВД Игоря Корнета из Аджатова в 2014-м дома. Мой дом самовольно занял министра МВД Корнет, к которому я неоднократно приходила, обращалась, писала письменно, писала в прокуратуру. И он всегда говорил, что вообще не ходил даже общаться. Террорист Корнет дом выбирал со вкусом. Остановился на особняке у жены непокойного луганского бизнесмена, экс-президента ФК «Заря» Валерия Букаева. Это у меня лично моя спальня, здесь у меня был полностью мой гардероб, нет ни одной вещи. То, что Игорь Корнет плескался в чужом джакузи, абсолютно никого не беспокоило целых три года. Чувство справедливости у Плотницкого обострилось именно на фоне конфликта с фейковым министром. То есть, если мы строим правовое государство, то прежде всего правоохранители должны сами научиться выполнять закон. Оказывается, еще полтора года назад Корнет пообещал Плотницкому освободить дом. И то-то прометчиво... Просто я поверил на слово. Сразу после медиа-скандала с домом, Санцеликий под шумок отстраняет Корнета от должности. Решением суда министр внутренних дел был отстранен от своей должности. И, конечно, свято место пусто не бывает. Буквально моментально на месте опального Корнета материализуется новый, гораздо более покладистый псевдоминистр. Хочу вам представить нового исполняющего обязанности министра внутренних дел. Поэтому с Черкова Владимир Александровича, кто не знает. Почуяв, что пахнет жареным, засуетились и другие оппоненты Плотницкого. Хочу сообщить о событиях, которые произошли осенью 2016 года. Это так называемый министр сельского хозяйства ЛНР Руслан Сороковенко. 10 ноября он заливает в сеть видео, которое напоминает настоящий бунт на корабле. Я, находясь на службе в рядах народной милиции, накопил определенное количество оружия, боеприпасов. Руслан Сороковенко признается в том, что собранный арсенал оружия и боеприпасов в сентябре 2016-го у него отжимает прокуратура и личная охрана Солнцеликова. Получилось 4 микроавтобуса, которые принадлежали генеральной прокуратуре. А через неделю Сороковенко узнает, что его бывший арсенал стал главным доказательством в деле якобы готовившегося госпереворота. На фотографиях предоставлено именно то оружие и боеприпасы, которые были намеренные, мною переданы к сотрудникам генеральной прокуратуры и сотрудникам личной охраны главы Луганской народной республики. Напомним, глава молодой республики тогда лихо расправился с оппонентами. Экс-псевдопремьера Геннадия Цыпкалова нашли повешенным в камере предварительного заключения. Вероятно, осознал тяжесть совершенного преступления Цыпкалов, совершил самоубийство путем повешения. А бывшего замглавы народной милиции Виталия Киселева закрыли всерьез и надолго. Подсудимый Киселев признан виновным в совершении покушения на насильственный захват власти и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком 12 лет 6 месяцев. В марте этого года в СМИ появились слухи о его смерти. Бывший замглавы Луганской народной милиции Виталий Киселев, более известный как «Коммунист», был убит в ходе допроса. Однако местная прокуратура тщательно скрывала факт его гибели, пишет издание «Московский комсомолец». Заявление о том, что Плотницкий сам фальсифицировал госпереворот и очень удачно устранил конкурентов, ни больше, ни меньше – прямой вызов Венедиктовичу. Плюс Плотницкому задают, посылают очень четкий и простой месседж, что ты не единственный, на кого может быть сделана ставка. Чем бы ни обернулась для Венедиктовича борьба за власть, о своей семье царь в СИЛНР уже побеспокоился. Так сын Плотницкого Станислав еще несколько лет назад получил гражданство РФ и променял цветущую республику на Воронеж. Дети в России, любовницы в Испании, желание вывести деньги в Швейцарию. Как оказывается, эти террористы и патриоты Луганская и Донецкая Народная Республика еще те космополиты. И закладываем основы созидания и процветания. И не только для себя, для детей. Пока отец нещадно грабит луганчан и сидит на российских потоках, сын спокойно открыл бизнес в РФ. И это открытая информация. Она доступна в Российском Едином Реестре Индивидуальных Предпринимателей. Пока верхушка террористов ожесточенно сражается за власть, местные СМИ имитируют низам заботу о населении. Но хочу сказать, что эта программа подразумевает не только установку надгробных плит, но и дальнейший уход за ними. То есть погибнув в качестве пушечного мяса за непонятно чьи идеалы, и чаще всего на чужой земле, боевик имеет некоторые шансы получить надгробие совершенно бесплатно. Стирается грань адекватности. И, соответственно, вот эти акции, они проводят, вот ты умри, а мы тебе памятник. Фейковая ЛНР уже может стать рекордсменом по количеству молодежных форумов. Последний назвали просто Донбасс. Достаточно сложные и интересные вопросы вы поднимаете на этом форуме. На каждом из таких форумов молодежи оккупированных территорий буквально промывают мозги на предмет преданности и верности идеалам республики. Духовно-нравственное развитие, как патриотическое воспитание, для вас это не просто какие-то громкие слова, это цель вашей жизни. Оказывается, цель жизни молодых луганчан вовсе не в самореализации или построении семьи, а в патриотизме. Это цель вашей жизни. Весело живется и в соседней сказочной ДНР. И все трудности, которые мы сейчас испытываем, они рано или поздно заканчиваются. Местные пропагандисты, как всегда, одержимы идеей доказать, что террористический анклав – центр международной жизни. Прошло торжественное открытие международной фотовыставки. В Донецкой Народной Республике стартовал первый международный театральный фестиваль. В Донецке прошел первый в истории Народной Республики международный турнир по смешанным единоборствам. Почти любое событие здесь носит приставку «международный». Сегодня в Донецкой Народной Республике состоялось открытие масштабного мероприятия Международного медицинского форума Донбасса. Международный – это, разумеется, ЛНР, ДНР и прочие оккупированные страной скреп территории. У нас есть гости из Российской Федерации, из Абхазии, из Осетии, из Луганской Народной Республики. Открыл медицинский форум, естественно, не какой-нибудь именитый врач или ученый, а большой специалист в продаже курятины, орденоносец Александр Захарченко. Пропустить такое масштабное мероприятие он не мог. И тут гений Захарченко заиграл новыми гранями. Совершенно неожиданно оказалось, что он – нейрохирург. Я отлично разбираюсь в нейрохирургии. Но и это еще не все. Неплохо разбираюсь в хирургии, анестезии. Что имел в виду и где именно изучал нейрохирургию, глава фейковой ДНР уточнять не стал. На предприятиях оккупированных территорий активно внедряют оккупационное ноу-хау. Некое подобие комсомола. Сотрудники шахты имени Зосядько стали членами общественного движения Донецкая Республика. Когда-то шахтеры Донбасса за свой нелегкий труд получали достойную зарплату. Теперь – членские билеты Донецкой Республики. Рабочие с гордостью получают свои билеты. Чтобы заслужить его, они упорно тругились несколько лет, невзирая на опасности военного времени. Им нужны будут шаблонные общественные организации, которые потом будут помогать легализировать выборы на этих территориях. И пусть хлеба почти нет, зрелища жителям оккупированных территорий обеспечивают российские фрики со всех уголков самой духовной. Юлия Чечерина в очередной раз посетила город-герой Донецк с серией концертов. Ярый борец за русский мир Юлия Чечерина в Донецке разве что не прописалась. Редкий месяц проходит без ее визитов в анклав террористов. Приехала, нашла в свободное время, вот и приехала. А вот еще один маргинал-боевик Айю Бенес зажигает толпу ленинским бредом столетней давности. Здравствует великая Октябрьская заместительская революция! Народы ЛНР, ТНР, Россия и Украина в главе с левыми силами. Те трудящиеся должны объединиться и свергнуть по окряту антинародную киевскую фунту. Чернокожий гражданин Латвии, член партии Эдуарда Лимонова «Другая Россия» сначала просто нес несусветную околесицу. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Крутящиеся Украины и вся Европа находятся в опасности. И врач изюрпировала евро-нацистская фунта. Затем от слов перешел к делу. В апреле 16-го вступил в ряды террористов ДНР. Клянусь верой и правдой, служить народу Донецкой народной республики. И сегодня, в свободное от основной террористической деятельности время, Бенес несет в массы истерическую чушь. Победа будет за нами! И то, что происходит сейчас на данном базе, с моей точки зрения, является русской национально-освободительной революцией. Вырваться всем желающим из этого сюрреализма вскоре может стать еще сложнее. Практически в принудительном порядке гражданам оккупированных территорий сегодня предлагают избавиться от украинских паспортов. При приеме документов на оформление паспорта гражданина Донецкой народной республики в связи с изменением персональных данных, в обязательном порядке паспорт гражданина Украины подлежит изъятию. Такое объявление появилось в одном из паспортных столов Донецка, сообщает блогер Денис Казанский. Террористической ЛНР кипят страсти внутри политических разборок. Закон один для всех, и его надо исполнять. Тем временем жизнь обычных людей не становится легче. Вместо достойного уровня жизни – пропаганда псевдопатриотизма и бесконечные обещания светлого будущего. Здесь закладываются сегодня традиции нашего русского мира.